Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да потому что нам с гор виднее. Итак, давайте-ка глянем, что нового произошло в мире за последнее время. Как правило, первая часть нашего шоу – зарубежные новости. Поехали. Министр ВВС США Дебора Ли Джеймс заявила, что считает Россию самой большой угрозой для безопасности страны. Я публично заявлял ранее и скажу это снова. Я считаю, что Россия является главной угрозой для США. Цитирует ТАС Дебора Ли Джеймс, выступившая на служениях в Комитете Сената Конгресса страны по делам вооруженных сил. О, господи, боже мой. Да, даже закадровый голос не выдержал всей эпичной новости. Дайте ему валерьяночки. Раньше мы занимали позорное третье место после ИГИЛ и Эболы. А теперь мы единственные, так как Эболу вылечили и успешно справляемся с ИГИЛ. И правильно, наша страна конкуренции не потерпит. Теперь я задаюсь вопросом, когда же Обама объявит Эболу своим стратегическим союзником в борьбе против России? Угроза мы для них, видите ли? На самом деле это звучит как комплимент. Я бы даже сказал, мы главная угроза для главной угрозы планеты. Понавтыкали кучу военных баз вокруг нашей страны, про в Европе строят, да еще и имеют наглости называть нас угрозой. Вы не охренели ли там случайно, а? Зарубежные СМИ в очередной раз организовали пропагандистскую кампанию по обличению российской политической элиты. В центре внимания на этот раз оказался президент Российской Федерации Владимир Путин. Представитель Минфина США Адам Шубин заявил в документальном фильме британского телеканала BBC о коррумпированности российского лидера. Честно говоря, я не хотел говорить на эту тему, но меня так же, как и Шария, атаковали вопросами. Мол, смотрел, какой у вас, оказывается, президент коррумпированный. Скажешь про это что-нибудь? Смотрел и ладно, хрен с вами скажу. То, что у нас в стране процветает коррупция, это да, тут BBC, конечно, надо сказать спасибо за то, что открыли нам всем глаза. Как же мы жили-то, не зная об этом. Нужно соседу Петровичу сказать. Алло, Петрович, ты только в обморок не падай, но в BBC сняли фильм о том, что у нас в стране коррупция процветает. Давно об этом знаешь? Ну, притвори, что не знал, не расстраивай друзей из BBC. Честно сказать, посмотрел эту пургу два раза. Не знаю, зачем два раза, но все же. Если сравнить фильм «Чайку» и эту хрень BBC, то «Чайка» получит Оскар по всем номинациям. А BBC, если бы существовала номинация «Золотое дерьмо», то они даже бы ее не получили. Ключевая фраза на протяжении всего фильма. Владимир Путин причастен к коррупции. Мы считаем, что да. Мы думаем, что да. И это и есть ваше доказательство. И так на протяжении всего фильма. Господин Шубин, это правда, что Барак Обама засыпает со словами «Путин мой герой»? Мы считаем, что да. Ага. А считаете ли вы это большой проблемой? Мы считаем, что да. Наверное, потому что Обама слабак и не может сказать об этом публично? Мы считаем, что да. И последний вопрос. Ваша фамилия Шубин, потому что ваши предки имели шубохранилище? Например. Мы считаем, что да. Спасибо за правду, господин Шубин. Вы очень смелый мудак. Ой, мужик. Да, никогда бы не подумал, что Би-Би-Си опустится до уровня желтой прессы. Такое ощущение, что там у них украинского журналиста директором взяли. У РЕН-ТВ фильмы про инопланетян убедительнее смотрятся. Ой, американцы, удивительная страна. Да всего есть дело. Суют свой нос весь денег только можно. Хорошо хоть не в пятые точки. Теперь этому Шубину остается войти в зал заседания ООН с авоськой бабла и сказать, что он это нашел под матрасом кровати Путина. Это будет помощнее пробирки Пауэлла с мукой. Хорошая идея, Шубин? Мы считаем, что да. Ага, вот и я об этом. А Би-Би-Си смело можно поменять свое название на ОБС. Одна бабка сказала. Ой, дальше. Офицер флота США продавал секретную информацию за услуги проституток. Офицер ВМС США Майкл Мизьевич в ранге командора с 2011 до 2013 года предоставлял секретную информацию сингапурской фирме GDMA и продвигал интересы компании при заключении контрактов. В обмен на информацию компания оплачивала его семейный отдых в роскошных отелях, а также предоставляла Мизьевичу услуги проституток. Вы это серьезно? Да, так родину еще никто не продавал. Я смотрю, нынче военные секреты США оцениваются в проститутках? Да ладно, что вы на мужика набросились? Всем известно, что секретные материалы – это скучно. Они не симпатичные, в отличие от ночных бабочек. Господи, что я несу? Даже не знаю, что хуже – воровать миллиарды или продавать родину за услуги проституток. И они еще про нашу страну что-то говорят. Про коррупцию. В своем дерьме лучше бы покопались. Так, ладно, отправляемся в Австралию. Спросите, а там-то что такого важного могло случиться? А вот что. СМИ. Предполагаемый боевик ИГИЛ намеревался устаравить бомбы в сумке кенгуру. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные СМИ, 19-летний парень собирался не только спрятать взрывное устройство в сумке животного, но и нарисовать на нем символ террористической группировки. Кенгуру он планировал выпустить на полицейских в Мельбурне во время памятных мероприятий в честь Дня ветеранов. Э? Эд, вот сейчас что было? Этот кенгуру явно не одобряет. Я тебя порву как это ведро. Довольно экзотический способ устроить террористический акт. Но при чем тут кенгуру? И как этот парень вообще собирался его поймать, да еще и начинить взрывчаткой? Прям гуру импровизации. Хотя почему бы и нет, это будет сугубо чисто австралийский теракт. А что? В мире много терактов происходит, и уже даже как-то и не припомнишь, где что взорвали. А тут прям запомнится на века. Все равно, что Герострат сжег библиотеку. Интересно, что будет дальше? В удавок гранаты затолкают? Мух укомплектуют самонаводящимися ракетами? Самое забавное, этот парень хотел направить начиненного взрывчаткой кенгуру на полицейских. Ага, сейчас. Так и вижу этот диалог между террористом и кенгуру. Так, давай сначала незаметно подхожу к полицейскому, мило улыбаюсь и... Да-да, все правильно. Главное, не привлекай внимания. Короче, за остроумие и находчивость этот парень заслуживает снисхождения. Откуда вы находитесь это фото? Он что, в спортзал ходит? Глядя на него, я чувствую себя ущербным. Такой хрен раз-два позволит себя в бомбочку засунуть. Дальше. Ну что же, отправляемся ближе к нашим границам. Новости из Украины. В исторической перспективе главным врагом Украины останется Россия. Об этом заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко. Сообщает телеканал 112 Украина. Я смотрю, Петр Алексеевич вместе с министром ВВС США на днях бухали. Слово в слово, как под копирку произнес то же самое, только заменяя слово США на Украину. У нас это называется в народе повторюшка-хрюшка. У вас там что, нормального сочинителя не нашлось, что ли, господин президент? Для России ваши слова, конечно, стали полной неожиданностью. И о какой перспективе вы говорите? Если я о своем долгом пребывании на посту президента, то боюсь вас огорчить. Потому что при таком раскладе главной угрозой для Украины остаетесь вы со своей гоп-компанией. Лучше скажи, чего это ты врагу налоги с шоколада плачешь, алкаш? Еще один стакан, и главным врагом у тебя станут две белочки. Михаил Саакашвили может грозить заключение на срок от 30 лет до пожизненного. 27 января Международный уголовный суд в Гаге одобрил начало расследования преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Ну все, Мишаня, допрыгался. Походу последние гастроли его ожидают в Гаге. Уверен, там он даст фееричный концерт. Это будет первый случай за всю историю человечества, когда мужик повесился с помощью собственной еды. Эй, окружение, вы берегите его там. Наверное, сидит и нервничает. Включите ему три раза гимн Украины, чтобы успокоился. Хотя, с другой стороны, он ведь теперь не грузин, а украинец. Ну, в домике он. А когда время придет ехать в Гагу, он объявит судей агентами Кремля и не поедет. Короче, хрен, кто его посадит. Он хоть и чокнутый, но слишком много знает. Ибо придется еще и Буш оттащить с его командой в эту Гагу. Ну что же, пора отправляться домой. Вторая часть нашего шоу посвящена российским темам. Ой, столько дебилья у нас тоже происходит. Скучать не приходится. Мэр Елабуги потребовал найти пошутившую над ним соцсети девушку. Мэр города Елабуга Геннадий Емельянов заявил о намерении обратиться в прокуратуру и ФСБ с целью найти и привлечь к ответственности автора оскорбительного комментария о нем. Об этом он рассказал на деловом совещании в городской администрации и сообщают аргументы и факты Казань. Между тем, сама шутка хоть и не очень смешная, но вполне безобидная. В паблике Елабуга онлайн под новостью о ложном телефонном звонке о заложенной бомбе в торговом центре ССН с аккаунта Сабрина Корбилова был написан комментарий Геннадий Егорович, шутите-зволитесь. По пути на работу в Елабугу развлекались как могли. Ой, дурдом, нехило бомбануло у мэра. ФСБ и прокуратуру он обратился. Мне вот кажется, что мэр не должен опускаться до такого уровня, потому что уж слишком много дел должно у него быть. Так сказать, работы выше крыши. Но нет, по соцсетям бегает, смотрит, кто что там о нем что пишет. А городские дела подождут, наверное. Из какого перепуга ФСБ и прокуратура должны бегать по вашим просьбам? Они пусть настоящих террористов ловят. Но знаете, немало у нас их в стране, этих террористических ячеек. На ровном месте поставил себя в дурацкое положение. Господин мэр, вы в последнее время когда заходили в интернет? Зайдите. Так как то, что написала вам Сабрина Корбилова, теперь будет самым безобидным выражением ваш адрес. Да, теперь вам нужно будет полстраны заставить извиниться перед вашим высокопревосходительством. Детский сад, елки-палки, делом займитесь, делом кризис на дворе, а не по интернету шарьте. И оставьте эту бедную девочку в покое. Ишь ты, какие нынче мэры пошли ранимые. Дальше. Глава Мурманска объяснил жалобы замерзающих жителей предвыборным пиаром. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев обвинил жителей многоквартирного деревянного дома, в котором отключили отопление, в политической диверсии. Отмечается, что Сысоев связал заморозку дома с началом предвыборной кампании в областную думу. Люди остались без отопления в 30-ти градусный мороз неделю назад, пишет агентство FlashNord. В итоге температура в квартирах опустилась ниже минус 10 градусов. Одна из жильцов, пожилая женщина и ее шестилетний внук были госпитализированы с подозрением на пневмонию. Господи боже мой, при чем тут замерзающие жильцы дома и предвыборная кампания в областную думу? Эпидемия Верховной Рады добралась и до мурманских чиновников. Такую хрень могут только в ради отчебучить. На моей памяти это впервые, когда выборы используют в таком жанре. Обычно каждый хренообещатель во время выборов хоть что-то делал, чтобы заработать свои кровные голоса. А теперь жильцов обвиняют в предвыборном пиаре. Конечно, специально с незапамятных времен хреново живут, чтобы дискредитировать Мурманск. А бабушка и ее шестилетний внук – это американские диверсанты. Да как вы посмели зимой замерзнуть? Ой, не греет, значит, вас любовь и тепло сердца главы Мурманска. Хренас два бы я сидел ради пиара в минус 10. Уверен, вы тоже, господин Сысоев. Дальше. Домоденовский суд Подмосковья приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего генерального директора ООО «Евразия логистика» Александра Волкова за хищение имущества БТА-банка на сумму свыше 12 миллиардов 700 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Я ни хрена не понял. Признали виновным, но дали пять лет условно. То есть решили не наказывать. Ну да, согласен, собственно, мелочь какая-то, почти 13 миллиардов. Я возмущен! Как они вообще посмели признать его виновным и дать условку? Это ж плевок в лицо. Всем известно, кто ворует у нас миллиарды в стране, у того иммунитет. Это черно-по-белому священном писании Святой Васильевой написано. Воистину, эта женщина святая. Не берут ее оковы железные, и последователи ее, вроде Волкова, тоже оковы не берут. Не это ли чудо, друзья мои? А тот мужик, которого посадили за кражу рубанка на полтора года, привет, судья Галагану, или еще одного за кражу мешка картошки, это настоящие отступники. Гореть им в тюрьме! У подъезда дома на улице Привокзальной уже долгое время отсутствует козырек. Мало того, не так давно там же сгорел контейнер для мусора, и теперь бытовые отходы лежат прямо на улице, слегка припорошенные снегом. Кто же должен позаботиться о том, чтобы создать жителям дома нормальные условия жизни? Привокзальная 25 относится к 34-му избирательному округу. Депутат Станислав Власов. Помощник депутата Александр Коровин. После того, как недовольство жителей Привокзальной оказалось в социальных сетях, команда депутата среагировала быстро. Со страницы под именем Александр Коровин в сеть выложили фотографии, на которых у подъезда волшебным образом появился козырек, а двор засиял первозданной чистотой. Съемочная группа канала 16 отправилась на Привокзальную посмотреть на то, как двор привели в порядок в столь короткие сроки. Но никакого козырька над подъездом мы не обнаружили. Рядом с кучей мусора и сгоревшим старым контейнером поставили новый, но на фотоотчете ясно видно, что там вообще ничего не должно быть. Одни только снежные сугробы. Что это? Чудо? Скорее нет. Напрашивается другой ответ. Фотошоп. Кто не в курсе, это город Саров. Ну что тут можешь сказать? Радует то, что помощник депутата умеет пользоваться фотошопом. А не только в косынку и сапера играет. Уже плюс. Нормальный козырек нарисовал. Фантазия, конечно, на троечку, так как на вашем месте я бы лазерные пушки еще пририсовал бы. А что хорошая идея, давайте и пожары фотошопом тушить. На злые лица людей из-за оборзевшей власти улыбочки пририсовывать. Вообще принять новые правила для приема на работу помощников депутата. Свободное владение фотошопом. Это так сейчас необходимо. Господин депутат Власов, предлагаю вам и вашему помощнику Коровину зарплату получать с ксерокопией денег. Только бумагу в ксерок склади, не ленясь. Люди попросили козырек. Гребаный козырек! И даже для такого пустяка бабло зажали. Фотошоперы хреновы. Козел Тимур будет баллотироваться в депутаты Госдумы. Такое решение принял директор Сафари Парка. Я, конечно, понимаю, что много толку от Тимура не будет. Но и от депутатов нынешних толка нет. Зато вреда Тимура будет гораздо меньше. Он не врет, не ворует, не занимается словоблудием. Голосовать он сможет. Это главное для депутата. Хвост кверху значит за, хвост книзу против. Это возмутительно. Хозяин Сафари Парка отнимает у меня хлеб. То, что хотел сказать, я сказал он. Даже добавить нечего. Единственное, что я могу теперь сделать, так это пойти на выборы и проголосовать за Тимура. Правда, ему нужно будет поработать над предвыборным слоганом. Так как фраза «Козел Тимур» «Да, это мой кандидат» звучит как-то не очень. В сети уже кто-то возмущенно написал. А голосовать за него, наверное, будут бараны. Интересно, а как вы назовете тех, кто голосовал за депутатов, которые феерично развлекали нас последние 4 года? Единственное, могу сказать ответственное, первым козлом-депутатом он там уж точно не будет. Да и последним, к сожалению, тоже. Кстати, после этого заявления я начинаю подозревать, что нападение Тигра на козла было заказным. Походу, кто-то не терпит конкуренции. Священник Иван Петунов говорит, что в день страшного ДТП от него пахло не алкоголем, а чесноком. Напомним, резонансное ДТП произошло в Петрозаводске 1 декабря 2015 года. На пересечении Лесного проспекта и Лососиного шоссе 35-летний пьяный священник Иван Петунов сбил на смерть женщину на пешеходном переходе. А, это был чеснок. Ну, тогда все понятно, все расходимся. Что за бред ты несешь? Я бы даже сказал, какой дьявол в тебя вселился. Чесноком, видите ли, от него пахло. Наверное, от вампиров убегал. А женщина, наверное, не выдержав вони чеснока изо рта священника, скончалась на месте. Слышь ты, Петунов, давай по чесноку, в смысле по чесноку, хоры валять дурака. Пьяный был, сбил насмерть. Покайся, отсиди по закону. Мужчину чуть не застрелил баран. В Волгограде творятся страшные вещи. Госпитализирован мужчина с огнестрельным ранением позвоночника. А под подозрение попал его баран. Врачи диагностировали у пострадавшего огнестрельное ранение позвоночника. По словам мужчины, выстрелил в него баран. Мужчина вез барана в личном автомобиле на продажу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители выясняют, было ли это действительно неосторожное обращение с оружием. А? Кто-нибудь ответьте мне, как это вообще могло произойти? И еще нужно выяснить, кто из них больше баран. Как же это, наверное, позорно, получить пулю в спину, да еще и от животного. Мне становится страшно. Эволюционируют бараны. Этот сразу просек, что хозяин везет его на шашлык. Как говорится, выживает сильнейший. Не менее весело звучат слова правоохранителей. Выясняют, было ли это действительно неосторожное обращение с оружием. Нет! Конечно же баран это сделал преднамеренно. Две недели вынашивал план по ликвидации своего хозяина. Идиоты! Это вас надо на продажу, а не барана. Ну и напоследок. В очередной раз спонсором нашего сегодняшнего выпуска становится Bayrobot Drone Fighter. Первый в мире боевой дрон-квадрокоптер. Можно устроить настоящий воздушный бой. Играть можно один на один или команда на команду до 40 дронов одновременно. Отличное времяпровождение для родителей с детьми. На корпусе есть специальные инфракрасные пушки, которыми можно обстреливать дроны противника. На пульте отображается количество жизни. Самое интересное, эта штука неубиваемая. Бейся в стену сколько угодно. Выдержит. Очень простое управление. Управлять научитесь за 10 минут. Легко разбирается и собирается. Как конструктор лего. Любую деталь можно заменить. А если докупить камеру, можно снимать в полете. И цены приемлемые. Кстати, у них там сейчас акция до 15 февраля. Успейте купить по цене 2015 года. Byrobot Drone Fighter. Ссылка в описании. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, где есть информация о готовящихся выпусках. Ссылка в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...